Слышь, ты баран! Вот он, наш клиент. Поехали, Серега, работаем. Погнали, наши городки! Давай, Ванек, жми его. Давай, 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 Ваня. Ванек, давай, я тебе говорю. Да даю, даю. Молодца. А, попался. Ну ты чё, мужик? У тебя глаза есть, а? Я не виноват, меня подрезали. Кто подрезал? Покажи. А он уехал. Ну смотри, ну тут и есть бок под замену. И диски тоже. Слушайте, пожалуйста, не волнуйтесь. Давайте вызывать ГАИ, оформим ДТП. Я виноват, я не буду спорить. Только я без ОСАГО. Чего? Ну тогда я сначала шефу позвоню. Пусть он с тобой разберётся. Ну ты реально попал, мужик. Ты чё, без ОСАГО ездишь? Да я купил её только что. Там просто в салоне условия неугодные. Я хотел своё страховое оформить. Но это, это не важно. Всё равно всё сделаем. Ну смотри, здесь ремонты по документам реально на три штуки баксов. На три. Давай две с половиной и разбежимся. Я знаю, где сделал подешевле. Чё, дороговато. Ну ты моему шефу отдашь в два раза больше. Он у меня прокурор округа. Понимаешь? Прокурор. Давайте две двести и разбежались. Ну ладно, давай. Просто реально некуда. А? Милиция. Прокурор округа говоришь? Будет тебе прокурор. Слушай, мужик, может договоримся? Нет, не договоримся. Давайте. И приговорил Варламова Сергея Владимировича к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Заседание суда объявляю закрытым. Руфаэль, здорово. Привет. Слушай, эскиз нужно будет изменить. Сделать крупнее и сдвинуться вперед, а то у нас скорость цвета будут сливаться в одну. Нужно предупредить заказчика. Варламов, да, конечно, сейчас посмотрю. Могу записать вас на 25-е число. Раньше все занято, извините. Все забито, да. А, ну давайте так, я запишу вас на 25-е, если что-то изменится, я вам перезвоню. Хорошо. Вам спасибо. Игоря, ну привет. А что, выходные отменяешь? Откладываются. Давай, давай руку. Все, вставай. Ну смотри, мальчик уже катится. Не хочу. Да вставай уже. Привет, Ир. Мам, быстрее. Привет. Не хочу домой. Привет, разведчик. Я не разведчик, я спасатель. Знаешь, что спасатель? Вон, весь уделался на этой горке. Каждый день с тобой стирка. Спасатель. А ты чего? В поликлинику? Да. Белок подскочил. А почему не на машине? Мам, пусти. Гуляю. Врачи сказали, по пять километров я и... А, понятно. Мальчик. Девочка. Мам, пусти. Девочка. Олег. Это очень хорошо, что девочка. Это просто супер, что девочка. Ну, ладно. Я пойду. Пока. Пока. Привет работникам творческого труда. Какие люди. Здорово. Здорово, братан. Здорово, Саня. Серега. Это ты чего? Нифига себе. Ты это реально сам сделал? Нет. Это Рафаэль. А я так. Общего руководства. Здрасте. Ты где его двое? На зоне познакомились. Он там наколки делал. Реально мастер. Ему очередь стояла. Варламов. Да, конечно. Давайте на 26 число. Нет, раньше все занято. Процветаешь? С долгами расплатился. Серега. Да. Дай прокатиться. Нет, Ваня, нельзя. Подожди, подожди, нельзя. Но я один кружок по Прокофьеву, а обратно по монтажной. Там ментов сроду не было. Никто не узнает. Офу, это машина одна. Ты говоришь, никто не узнает. Ух ты. Одна во всем городе? Вообще в мире. Это уникальная раскраска. Круто. Серега. Ну, дай на это. Это же не уникальная. Ваня, нет. Сереж, ну я в таком тачке, может, всю жизнь мечтал. Ну, че, тебе жалко, что ли? Подожди. Ты у меня вообще друг или нет? Эх, ну, давай. Смотри, смотри. Рафаэль, мы ненадолго. Саня, ворота. Только осторожно. Да, осторожно, ерундусь. Слушай, а что это твой художник? Наколки, значит, делал? А че бросил? Вроде тоже хлебное дело. Да надоело. Клиент изнашил, у него народ специфический. Его должны иглу пытались подсадить, чтобы далеко не ушел. Тут он нас вскочил. Только это между нами. Ну, не вопрос. Ну. Вот это да, Серега! Все на люке наезжаешь? Ага, наезжаю. Все объезжают, а я наезжаю. Счастливая примета. Серега, смотри, провалишься как-нибудь в канализацию? Я? Да никогда! Да ладно, не гони. Да не гоню! Ю-ху! Ой, Серега, уважил, а! Саня, это такой аппарат, а! Спасибо! Спасибо, мой хороший! Спасибо, Серега! Сам-то на чем ездишь? А вон мой грузовик стоит. Серега, правильно ты от нас ушел. А то он над Саньком делает что-то совсем тухло. Ну, подставы исчезли, как явление с угонами совсем. Связываться стрёмно. Ходишь за три копейки под статьей. У тебя, случайно, ничего? Не наклевывается? Не возьмешь дело? Ну, посмотрим. Я тут задумал небольшое расширение. Но раньше времени ничего говорить не буду. Ну, правильно. Раньше не надо. Чтобы не сглазить. Ну, ладно. Спасибо, пока. Давай. Пошли, Сань. Олег, пошли домой. Два часа с тобой уже гуляем. Олег! Олег, я кому сказала? Мама, что это? Снегокат. Я тоже хочу такой. Вот вырастешь и купим тебе такой же. А папа мне купит. Папа, папа. Олег, Олег, домой. Да что же вы такое? Горе мое, домой. Давай, давай, на ноги, иди сам. Е-мое, ништяк. Что, можно забрать, да? Конечно. Сутки желательно не мыть. Распишитесь. Вот здесь и здесь. Понятненько. А она не облезет? Пять лет гарантии. Круто. А, ладно, держи. Сдачи не надо. Слушай, а это, кто машину делал? Мастер кто? Толя, подойди. На, держи. На семечке. А, его. Постой, а мы с тобой нигде не пересекались? Не помню. Ну, ладно. Бывай. Давай. Давай. Клиент. Толь, ты еще и артист? Хорошо, что ты меня по имени назвал. Я сразу бы вспомнил. Так сообразил. Ну, как поживает наша девочка? Ну, как поживает наша девочка? Наша девочка. Наша девочка бросится наружу. Да? Да. Они хотят мою кровь, завтра придется еще раз в поликлинику идти. Ой. Слушай, я вот встретила Зою. У нее такой мальчик уже большой. Ну, как она? Ну, выглядит хорошо. Похудела. Ты с ней разговаривала? Ну, пару минут всего. Чего ты? Да все нормально. Зоя, я... Чего хотел? Это что, папа? Нет, не папа. Не папа. Иди давай, мультики смотри. Я сейчас приду. Зоя. Чего хотел? Не здрасте, не до свидания. Ну, что ты так? Здрасте. Чего хотел? Зоя, ну, давай как-то по-человечески, а? Ну, я виноват перед тобой. Ой, признаю, я сто раз уже это осознал. Слушай, может, мы как-то попробуем снова, а? Нет, Санек, снова мы не попробуем. Мне полгода с тобой, во как хватило. Зоя, ну, все же изменилось. Я не пью уже два года, ни капли. Да пей ты сколько хочешь, мне-то что? Только о себе и думаешь. А что ты там ребенка про отца-то врешь? Что у него папка полярный летчик, да? Или чтоб папку на войне убили? Да пойми, ему через год скажут и пальцем покажут. Он же похож на меня, как две капли. Ой, я не курю, а? Да не курю, не курю. А ты все только о Сережке и думаешь. Пойми, у него теперь другая жизнь. У него Ирка, бизнес, все дела. Да он плевать на всех, на нас хотел. Плевать он на нас хотел, да? А почему он тогда вас не сдал, когда вы менты загребли, а? Да я понимаю. Когда вы с братом сели, а он был... Да понимаю я, что Серега нормальный пацан. За сотрудничество с властями. Нормальный пацан, да? А вы нормальные пацаны, сидели, молчали там. Да подожди ты, я сам за него галкош порыл. Да я люблю тебя, ты понимаешь? Да подожди. Да вы уже оралища! Дверь закрой! Тебе. Звой. 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 Сережа. Да? Я хочу уехать отсюда. Уехать? Куда? Ну не знаю, может другой район. Просто здесь все знают друг друга. Кто-то тебя помнит еще по детскому саду, кто-то с тобой в школу ходил. Ну, бабушки, наверное, подъезд помнят, как ты еще в коляске, наверное, был. Тебе что, Зойка что-то сказала? Да нет, нет. Просто как-то хочется все поменять. Ну, чтобы не было вот этих глаз, которые за тобой постоянно следят, понимаешь? Понимаю. Я уж, мы сейчас действительно не до этого. Может быть, через пару лет. Если все будет нормально. Сейчас деньги нужны в бизнесе. Нужно переходить на новый уровень. Ты и так будешь расти, расширяться, переходить на новый уровень. Как же я? А что? Я хочу быть с тобой. Да и так за мной. Навсегда. Бежим, бежим. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая девочка. Все? Ты моя сладкая. Ой, все-все-все-все. Ой, мама опаздывает. Ой. Так, 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 так. Все, идем, идем, идем. Идем, 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 идем. Ой. Ты чего, уже нанесла слово? Ага. Ну, ты даешь, Рафаэль. Серега, ты меня Рафаэль больше называй. Я Толя Бурятов. Лады. Хотя как-то непривычно. А мне как непривычно. Я же говорил, Рафаэль, что интернет это наш козырь. А ты не верил. Рафаэль! Это тетрадь возрождения! Ой, 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 извини. Я в следующий раз повешу табличку с надписью на монитор. Толя. Солен! Солен! А когда мы что-то будем делать-то? Эх, надо расширяться. Надо! Ой, ребят, аренда догадалась. До конца года, но они что-то хотят уже съехать сейчас. Почему? Да не знаю, что-то не подели. В общем, ну, чего? Условия аренды ты знаешь. Место козырное. Очередь на это место большая. Но ты в этой очереди первый, потому что я тебе доверяю. А до завтра терпит. Я просто должен все посчитать. Ну, хорошо. Договорились. Спасибо. Она беременна! Тихонько. Носятся здесь уроды! Ребят, сюда носилки, быстро. Майор Сазонов, ГУВД. Жива? Да. Скорость, говорят, под сотню была. Твою дивизию. Кто-нибудь что-нибудь видел? Я, я, я запомнила номер машины. Запишите, пожалуйста, 333. Отлично, марка, цвет? Цвет белый, а марка? Я видел марку. Меринг спортивный такой. Отлично, лейтенант. Всем поставлю. Белый спортивный меринг, вот знак 333. Улица Прокофьева наезд на пешехода. Водитель пытается скрыться, может быть опасен. Повторяй. Белый мерингу, знак 333. Твою дивизию. Пульс очень слабый. Давление диастолическое на ноле. Кровопотеря до литра. Красный район, ЖБИ, Стереоргия. Мне можно в 25-ю, 15-й, пусть. Отслойка плаценты средней степени. ЦБИНИПЛУДА отсутствует. Звони, пусть срочно готовят апелляционную. Не входи моей страны и кесаря. А сейчас ты что? Адреналин. 124. 22-55. 22-55. Тихо, 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 тихо. Что с ребенком? Что с ребенком? Все в порядке. Все будет хорошо. Что с ребенком? Идем ленту. Про что цифры? Будем расширяться. Добавим к аэрографии еще немного кузовного тюнинга. Люди часто спрашивают. А деньги откуда возьмешь? У своих этих дружков? Нет, они под другое заточены. Возьму кредит в банке. Хорошо, когда предоставлю сам себе. На оборудование нужно примерно 2,5 миллиона. Ну и аренда за полгода вперед. А может пока подождать? Нет, сейчас как раз удобный момент. Сдаются соседние помещения. Директор готов отдать прямо сейчас. Ждать он не будет. Так что если ничего не случится, можем вписаться. Да ладно. Да, Яруш. Что случилось? Кто вы такой? В какую больницу ее увезли? Ну что там? Есть такая машина. Опа! Серия ДД. Ой-ё. Товарищ полковник, майор Сазонов. Наезд на пешехода на улице Прокофьева. Автомобиль, скрывшийся с места преступления, принадлежит Аркадию Галецкому, депутату городской думы. Нет никаких вариантов. Несколько человек видели марку и номер. Смотрите. И еще у нас проблема. Там приехало телевидение. Что ж такое? Пожалуйста, пустите меня. Я хочу идти. Туда нельзя. Ваша жена в критическом состоянии. Сейчас оперирует. А ребенок? Ребенок в реанимации. А с ним все в порядке? Если в реанимации, разумеется, не все. Но пока ничего определенного, я вам сказать не могу. Что мне делать? Ждать. Нет, машина не наша. Наша на таких не ездит. Я сразу обратил внимание. А потом, когда ориентировка пришла, вернулся проверить. И вот она. Голубушка. Движок. Тихо. Движок был еще горячий. Далеко уехал. Ладно, спасибо, Сташа Вейтенант. Не за что. А что, опять чей-то сынок? Нет. На этот раз не сынок. Папаша. Терапия. Терапия. Ноживые в живот. Куда? Никуда. Все занято. Что вы все всех к нам тащите? Везите первую краску. Вы с ума сошли? Девятый бокс свободен. Женщина с аварией умерла. Поехали. Поехали. Вы сказали, женщина умерла с аварией. Как фамилия? Мы справку не даем. Фамилия! Варламова. Она уже час назад умерла. Сразу как привезли. Как час назад? Она же в критическом состоянии. Операция. Так обычно и говорят, что вы подготовите. Куда? 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 Все, хватит. Куда? Куда? Илья Александрович, вы не пустите сюда. Нельзя. Нельзя. Я сейчас оказалась. Отойдите от двери. Я сказала, что я с охрану. Я охрану сейчас вызову. Что происходит? Чем-то? Он рвется. Я же вам сказал, сюда нельзя. Вы еще сказали, что моей жене делают операцию. Она умерла час назад. Примите, моей соболезнования. Такого черта. Я вам что, мальчик, что ли? Что вы сейчас от меня хотите? Что с ребенком? Ребенок в реанимации. У него тяжелая асфиксия при рождении. Я вам не верю. Пойдемте. Наденьте маск и не произносите ни слова. Имейте в виду, я совершаю должностное преступление. Машина, сбившую беременную женщину на улице Прокофьева, принадлежит депутату городской думы Аркадию Галицкому. Господин Галицкий утверждает, что машину у него угнали. По информации из ГИБДД, заявление об угоне поступило от Галицкого в 16 часов 40 минут. То есть спустя 4 часа после трагедии. Пишет. Все ясно. Машину бросил, заяву написал. Козел. Ребята, вы идите? Да нет, и что? Мы с тобой останемся. Да, мы тут посидим. Посидим. На, хлопни. Давай, давай. Идите, идите. Мне одному легче будет. Серега, ну ты только если что, звони. Да, ты сразу. Хорошо. Спасибо. Ну все, ладно, Серега. Давай. Подпечатки, судя по всему, только хозяйские. В нашей базе их нет. Я так и думал. Угонщик, который случайно сбил человека, он ведь что сделает? Он бы сразу бросил машину, удрал бы. А этот еще проехал и спрятал его в дворе. Спрашивается, зачем? Можешь даже не спрашивать. Хорошо, отвечаю. А чтобы не сразу нашли. Чтобы было время вернуться и спокойно написать заявление об угоне. А что сам владелец говорит? Пока ничего. Я его вызвал повесткой на завтра. А что сам владелец говорит? Галецкий бывший прораб. Сейчас в Думе зампредседателя комитета по строительству. Заняло просто полтора года назад. Место хлебное, бабло там сам знаешь какие. Да, и машина у него соответствующая. О, там не только машина, там много всего. Я тебе вот что скажу, Коля. Если это он, а это на 99%, он, нам его раскрутить не дадут. Посмотрим. Блин, заснул. Саняк, ты что здесь делаешь? Да я так подумал, может тебе что понадобится съездить там, перевезти. Слушай, Санюк, хватит заниматься ерундой. Надо будет сам позвонил. Меня Зойка послал, сказал, чтобы я здесь сидел и караулил. И Зойке передай. Мне сопли утирать не надо. Понятно? Ну, передай. Сам и передал. Так, без комментариев. Здравствуйте. У меня здесь ребенок в реанимации, девочка. Я хотел узнать, как она. Фамилия, имя, год рождения. Варламова Ирина, год рождения нынешний. Это вы, простите, не посмотрел. Состояние стабильно тяжелое. Ребеночек подключен к аппарату искусственного дыхания. Сердечная деятельность слабая. Это точно у вас в компьютере свежая информация? Да, конечно. А может быть, что-нибудь нужно там, лекарства или это? Нет, пока ничего не нужно. Вы передайте, пожалуйста, бригаде, что я в долгу не останусь. Ну, чтобы все было нормально, ладно? Это вы потом сами решите. Сейчас ничего не требуется. Можно вас попросить. Позвоните мне, если что-то изменится. В лучшую сторону или наоборот. Мне это сразу нужно знать. Хорошо, пишите телефон. Спасибо. Откуда у вас угнали машину? Дома, по моей информации, она находится у вас в охраняемом подземном гараже. А на работе, в тех случаях, когда вы не пользуетесь служебным транспортом, на закрытой стоянке. Уже намели справки. Это моя работа. Итак, я вас внимательно. Машину угнали от подъезда моей знакомой. Я был в гостях. Адрес? Кораблева. Дом 16. Квартира? Машину угнали не из квартиры. Угнали от подъезда. Кораблева 16, подъезд 1. Понятно. А когда вы обнаружили пропажу? Это где-то около... Около 4, по-моему, часов. Да я сразу позвоню в полицию. И сколько же времени вы провели в гостях? Вы имеете право не отвечать на этот вопрос. Ну, почему же? Как раз, все это время до 4 часов. 4 часа. Все это время до вас не могли дозвониться. Вы были недоступны. Как вы это объясните? Вы не обязаны это объяснить. Ну, почему же? Тем более, что объяснять-то тут нечего. Нечего. Видите ли, бывают обстоятельства, когда человек становится недоступным. Он выключает телефон, и все. А ваша знакомая готова подтвердить ваше алиби на суде? Это бы не потребуется. Или вы считаете, что это я сбил женщину? Откуда вы знаете, что это была женщина? Новости смотрю по телевизору. Не пытайтесь ловить меня на слове. Я направлю в прокуратуру официальный протест о незаконных способах введения следствия. У вас есть доказательства? У вас нет доказательства. Да. Аркадий Сергеевич, еще одну минуточку. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега, я все видел по телевизору. Ты держись, давай, держись. Я тебе ничего не буду говорить, ладно? Конечно. Ты иди и занимайся своими делами. А со срочными заказами я сам справлюсь. Остальные давай отложим. Спасибо, Та. Слушай, нужно позвонить клиентам, перенести. Да я позвонил уже. Вызвано допрос. Ему предстоит ответить на вопросы полиции. В частности, почему в течение нескольких часов после трагедии его никто не мог найти? Ответьте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Ты прав, я пойду. Это все? Почти. Что это? Подписка о невыезде. Вы немного себе позволяете, майор? А вы? Так, все, успокойтесь, спокойно, спокойно. Комментариев не будет. Ну, разойдитесь, не мешайте работать. Силько, силько, я сказал. Не надо снимать, я прошу, не надо снимать. Сойдите, я прошу. Оставьте человека в покое. В чем дело? Уйдите, тяде. Ты убил мою жену. Я скажу, не надо снимать. Не будьте, не важно, что же вы делаете. Я же сказал, не надо снимать. Это часто. Да что же это? Михаил, Михаил, быстрее. Иди сюда. Так, ну, в порядке? Да. А кто это такой? По всей вероятности, муж погибшей женщины. Откуда столько журналистов? Вам что, писать больше не о чем? Миша, собери-ка мне о нем справочки. Кто такой, где живет, чем занимается. А я подготовлю протест о нарушениях в ходе ведения следственных действий. Не надо. Этому майору завтра позвонят, он успокоится. Варламов Сергей Владимирович, мало тебе неприятностей? Мало? Куриш. Нет. Это я тоже бросил. Ну, с вами разве бросишь? Вот куда ты попер, а? Куда ты попер? Это же шишка. А ты с судимостью. Они тебя сгноят. Он убил мою жену. Мне нужно ответить, можно? Можно. Алло. Вы ошиблись. Черт. Ребенок жив? Да. Мальчик. Девочка в реанимации. В реанимации? А ты в тюрьму собрался. Закрой тебя лет на десять, будешь знать. Почему на десять? Почему на десять? Вот, статья. Покушение на убийство. Да я просто в глаза хотел ему посмотреть, а потом не знаю, что-то внутри щелкнуло. Что у тебя щелкнуло? Какие глаза? Что за детский сад? Может, он вообще не виноват? Его вина не доказана. Может, это не он? Ну да, конечно, не он. Как такие люди, как он, вообще могут быть виновными? У него машину угнали, понятное дело. А завтра вы найдете виновных. Просто назначите, кого следует. Так, ну ты язык-то придержи. Все вас заодно, твари! А ну там камеру, камеру и пусть застынет. Пусти ты. Пусти. Спасибо. Не за что. А извините, можно вас на секунду? Слушаю вас, уважаемый. Порядок. Вчера от этого подъезда угнали машину. Белый Мерседес. Возможно, только я сегодня первый день. А вчера кто был? Он уже уволился. А у вас есть его координаты? Никак нет. Спрашивайте в Дома управления. Мне нужны записи. Вот с этой камеры и с подъезда. Это тоже в Дома управления. А вот эта женщина, которую только что посадили в машину, кто она? Это из 42-й квартиры. Меня просто попросили чемоданы. Фамилия? Не могу знать, я сегодня первый день. Ясно. А где, значит, говорить в Ваш Дом управления? Вот в следующем доме. Но там сегодня неприемный день. Нет? Значит, будет. Открывай рот. Олег, открывай рот. Не буду. А так? Тише, кашу, я дам тебе конфету. Сережа. Как это получилось? Как это получилось? Если бы на месте этой женщины отказалась Ваша Дома. В чем дело? Сережа. Ваша фамилия молодой человек. Отходите, пожалуйста. Валерий человек. Что ж ты мне делал? Не кричит. Не кричит. Это кто, папа? Нет, дядя один знакомый. А может, папа? Да какой папа? Что ты взял вообще? Ешь давай. Господи, что ж делать? Ешь. Вы здесь главный? Да. А что? Да так, и че? По поводу одного из Ваших арендаторов. На два слова. Ну что вы стучите? Закрыто. Тут одного человека задержали. Днем. Я его телевизор увидела. Фамилия Варламов. А, это нападение на депутата? Ну, был такой шизик. Да он не виноват. У него жена погибла. Ахойте. Ну, сейчас-то вы что хотите? Я, а я хочу, я хочу показания дать. Что его дело ведет? Я-то откуда знаю. Завтра приходите. Вас вообще вызывали? Нет. Тогда что вы здесь вообще делаете? Мало ли, что по телевизору показывают. Приемное отделение. Майор Сазонов, полиция. У вас в реанимации должна находиться девочка, новорожденная. Мать погибла в аварии. Варламова, меня интересует ее состояние. Состояние тяжелое. Врачи делают все возможное. Послушайте, со мной тут рядом нет родных и близких. Мне нужно знать, жить будет. 50 на 50. Ясно. И как долго? Ну, какие новости? Рассказывай. Новостей много и все плохие. Внимательно. Консьерж, дом 16, по улице Кораблева, вчера вечером уволился и отбыл неизвестное направление. Он иногородний. Хозяйка квартиры, где он снимал комнату, сказала, что квартирант собрал все свои вещи буквально за полчаса. И без разговоров расплатился за остаток месяца. Так. Записи с камерно-оружного и домового видеонаблюдения за вчерашний день исчезли. Оперативно сработали? Оперативно, да. В дом управления разводят руками и кивают то на технический сбой, то на увольного консьержа. Что еще? Еще гражданка Строганова Алта Сергеевна, 26 лет, сотрудница модельного агентства «Корунт», проживающая в квартире 42 по интересующему нас адресу, сегодня вылетела в Лозанну. Почему в Лозанну? Кто она такая? Лозанне у Галинска маленький домик. Вот. Билет куплен сегодня, на ее имя, в один конец. Твою дивизию. Вот черт. Коля, я тебе говорил, Галинского нам не сдадут. Расслабься и получай удовольствие. Ничего, я его достану. У меня еще кое-что есть. У тебя эта запись? Случайный прохожий снял на телефон. Только это никак не доказывает, что за рулем был Галинский. Товарищ полковник, любой угонщик после такого наезда бросит машину за ближайшим углом. А этот увез ее аж в Михеево и бросил так, что если бы неграмотный участковый, то искали бы до сих пор. А я не вижу здесь ничего странного. Просто угонщику нужно было время, чтобы скрыться. Чтобы скрыться, угонщику нужна одна минута. А кататься по городу на битой машине с кровью на капоте ему совсем не нужно. Я уверен, что это Галинский. Ему нужно было время, чтобы вернуться к любовнице, организовать алиби и прийти в себя, а потом уже позвонить в полицию. Казур! Я вас внимательно, товарищ полковник. Чтобы предъявлять такие обвинения, нужны железобетонные доказательства. Они у тебя есть? Нет. Из дома, в котором живет подруга Галинского, исчезли все записи с камер наблюдения. Появился новый вахтер, старый куда-то исчез. Это не доказательство? По-моему, картина ясна. У нас есть все основания, чтобы задержать Галинского. Созунов. Ну не смейши ты меня в конце концов! Галинский, тут вообще ни при чем. А ты в ближайшее время должен будешь найти у гонщика машины. Вопросы есть? Вопросов нет. Свободен. Никаких комментариев Аркадий Сергеевич сегодня давать не будет. Придет время. Мы созовем пресс-конференцию и все раз скажем. Оставьте человека в покое! Аркадий Сергеевич, я с прессой поработал, никаких новостей больше не будет. И вообще, я думаю, что через несколько дней эта ситуация уляшется. Я надеюсь. Теперь, теперь насчет Варламова. Я думаю, с учетом прежней судимости, лет пять его можно организовать легко. Ну, если задним часом засвидетельствовать ваши повреждения. Вы думаете, есть смысл в этом? В том-то и дело, смысла нет. Оставьте человека в покое! Понимаете, действия Варламова в состоянии аффекта могут вызвать сочувствие у части населения. Лишнее упоминание нам тоже ни к чему. Наш космонолчание. Думаю, что лучше всего проявить этот вопрос. Великодушие. Один вопрос. Варламов, на выход. Господин Галецкий не стал писать заявление. Просил уголовное дело не заводить. Понимает ваше состояние. Претензий не имеет. Вот спасибо. А он случайно не предложил оказать помощь семье? Пару штук баксов с барского плеча. Его вина не доказана. У него машину угнали. Как уже угонщика назначили? Варламов, не начинай, не надо. Какой-нибудь пацан признался уже, да? Как он отверткой открыл Мерседес, последний модель, как повезут кататься. Телок пора... Тихо! Можете быть свободны. Только чисто по-человеческим не советую. Поаккуратнее. Мне из больницы звонили? Нет. Я сам звонил. Состояние ребенка стабильно, тяжелое. Зачем это вы звонили? Затем. Иди с глаз долой. Жора! О, ты чего так долго? Я думал ты, это, утонул. Этот запах камеры, я думал, что все, уже навсегда избавился. А он нет. Питался за одну ночь. Не отмоешь. Ничего себе, Серега. Запах отмоешь. Главное, чтобы он неслой. Мой тебе совет, ты... Ты сейчас сиди и не рыпайся. А главное, Серега, ты... Держись. С тобой же самое плохое произошло, что может в жизни произойти. Хуже и не могло быть. А почему могло? Ну, давай за Ирку. Упокой, как говорится, и все такое. Я еще в больницу ехать. Зови его, я потом выпью. Улица Прокофьева. Один из возможных маршрутов Галецкого к улице Кораблева, 16. Все сходится. Человек утром поцеловал жену, погладил детей и вместо работы поехал к бабе. Нет, не сходится. Дети у него, как и положено, в Лондоне. А, неважно. Смотри, значит, на улице Прокофьева в 11.42 Галецкий сбивает женщину. Естественно, после этого он нажимает педаль газа в пол и едет в Михеево. Ну, на это ему потребовалось минут 15. На такой тачке? Да, от силы пять. Эй, подожди. А светофоры? А найти, где припарковаться? И вообще надо ехать теперь аккуратно, понимаешь? Чтобы никого, не дай бог, больше не шибить. Короче, 15 минут берем. Ну, допустим. Дальше что? Оттуда он ловит тачку и едет в своей девушке. На это ему потребовалось еще минут 20, ну, от силы 30. Итого, получается, что на улице Прокофьева в Галецке появляется где-то в 12.20. Ну, плюс-минус пять минут. Консьержа, который все это мог видеть, они поменяли. Но в это время на улице огромная куча народу, понимаешь? Ну, мамаши с детками, там, бабульки, продавцы магазинах. Ну, понимаешь, что я говорю? То есть, если кто-то хорошенько запомнил, что Галецкий весь в мыле прибежал туда в пол первого, не в 11, то вся его история начинает трещать по швам. Только вот незадача. Мне поручено заниматься угоном машины депутата. Ну, ты занимайся тем, что тебе поручено. А я буду заниматься тем, что было на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Все то же самое. Почему вы не смотрите в компьютер? Может быть, там старая информация, вы поглядите. Я только что смотрела 10 минут назад. Спасибо. Доктор, здрасте. Мне сказали, что состояние ребенка не изменилось. Это я, Варламов. Ребенок после аварии, девочка. Я помню. Можно меня на нее взглянуть? Нет, нельзя. Она в реанимации. Подождите. В прошлый раз вы позволили. Вы что-то путаете. Это строго запрещено. Меня выгонят с работы. Я вас очень прошу. Вы хотя бы одним глазом. Я вам заплачу. Ч-ч-ч-ч. Мать ребенка погибла, насколько я помню. Да. Вы отказываете писать? Что? От ребенка будете отказываться? Нет, зачем? У вас есть, кому о нем заботиться? Я о нем буду заботиться. И вообще, это не ваше дело. Пойдемте. Этого дядьку я точно видела. Насчет позавчера не уверена. Но видела. А что это вы по второму кругу спрашиваете? От вас уже приходил товарищ. Тоже спрашиваю. Какой товарищ? Ну, здоровый такой. Квадратный такой. Квадратный. У ребенка не все в порядке с сердцем. Нужно сделать еще ряд анализов. Если это то, что я думаю, потребуется хирургическое вмешательство. Она же маленькая. Чем раньше, тем лучше. Но это вам решать. Если вы, конечно, не отказываетесь от ребенка. А чего вы все заладили? Ясно, что не отказываетесь? К сожалению, не ясно. Половина родителей отказывается от новорожденных с таким диагнозом. И не злодеи, и бомжи какие-то. Обыкновенные нормальные родители. Да какие они после этого нормальные? Подумайте еще раз. Все спокойно взвесьте. Понадобится ваше письменное согласие на операцию. И деньги. Довольно-таки большая сумма. Сколько? Ну, сплюйте через оба плеча, чтобы они вообще понадобились. Как только все определится, я вам позвоню. Это как вы понимаете? У нас проблемы, у нас мы с ними. Варламов, все. Когда у тебя не было никаких проблем, я сдавал тебе помещение. Ну, хотя и тогда у меня были тоже к тебе претензии. А помните, Николай Иванович, какие претензии? Вы только три дня назад мне обещали сдать соседний ангар. А претензии разные. У тебя краски, лаки, опасность. Но это еще ничего. Но как только ты покушаешься на жизнь депутата, и ко мне приходят вот такие вот мордовороты с вот такими вот красными книжками, извини меня, это уже до свидания. Да что вы несете? На кого я покушаюсь? Я на свободе, ничего не было. Дело не заведено. Ну, так хорошо. Не было и не было. Короче, вот это постановление службы противопожарного контроля а закрытия твоей лампочки. Так что до свидания. Что за бред? Они только месяц назад были у меня с проверкой. У меня все в порядке. Месяц назад было все в порядке? А сейчас, значит, не все в порядке. Это он все устроил, да? Галицкий? Ну, конечно, он же депутат. Ему ничего не стоит. Парламов, не отвлекай меня. Здравствуйте. Я расследую дело об угоне вашего автомобиля. Я думал, этим занимается ГИБДД. Мы взаимодействуем. Большой общественный резонанс. Дело на контроле в ГУВД. Нас попросили подключиться. Итак, в каком месте вы оставили автомобиль? Не помню. Вот подробный план дома и прилегающие территории. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить. Это очень важно. Вот здесь. Время? Около одиннадцати. Вы поставили машину на сигнализацию? Разумеется. Вы в этом уверены? У вас такая навороченная спутниковая сигнализация. Такую отверткой не вскроешь. Особенно на глазах у целого двора. Так вот я подумал, может, вы забыли поставить ее на сигнализацию? Нет. Не может. Если я забыл, машина сама встанет на охрану через тридцать секунд. И не пытайтесь ловить меня на слове. Я не знаю, кто угнал мою машину, каким образом она была открыта. Выяснить, это ваша работа. Понятно. Ну и последний вопрос. Ваша машина оснащена фронтальной видеокамерой. Как вы объясните тот факт, что запись того дня оказалась стертой? До этого накануне вы приехали домой, поставили ее на подземную парковку, это все есть. А дальше ничего. Пусто. Неужели угонщики, прежде чем удрать, заботились тем, чтобы стереть видеозапись? Что-то вы мне совсем надоели, майор. Я вас больше не задержу. Я вас... внимательно. Ну, хорошо. Запись никто не стирал. Я лично отключил ее утром перед выездом. Зачем? Вдруг ДТП? А затем, что в своей частной жизни я предпочитаю не вести никаких записей. Ни дневниковых, ни голосовых, ни автомобильных. Понятно? Понятно. И про камеры в подъезде мне тоже все понятно. Ведь они зафиксировали время, когда вы на самом деле приехали на Кораблева-16. И про консьержа, который внезапно уволился и уехал мне тоже. Все понятно. Всего хорошего. До свидания. Прощайте. Сереж! Сереж! Ты чего здесь делаешь? Привет. Ты так просто пришла. Может, помощь какая-нибудь нужна. Приготовить что-нибудь. Но я же тебе не чужой человек. Нет, Зая, спасибо. Мне ничего не нужно. Иди домой. Сереж! Я правда не могу. Я глаза закрою, сразу вверху держу. Ну, как она у нас в классе староста была, помнишь? Всегда такая выглаженная, причесанная. Прямо как леди. Ты ее любил-то? Зоя, перестань. Сереж, прости, пожалуйста. Я правда сама не своя. Вы были очень красивой парой. Даже я за вас радовалась. Мне положено ревновать, а я радуюсь. Ну, не дура. Зоя. Я хочу тебе сказать. Я знаю, что это нехорошо, я все равно скажу. Хочу, чтобы ты знал. Если что, у тебя есть семья. Я и Олежек. Я тебя жду. Я тебя из тюрьмы ждала, и сейчас тоже жду. Все, Зая, хватит. Иди домой, папа. Ну, я же тебя ни в чем не виню. Я сама виновата. Я за Санька замуж выскочила, только тебе назло. Он же все понимал. Поэтому и начал пить. Давай все обратно отмотаем. У тебя будет сын, понимаешь? Живой, здоровый, нормальный сын. Ты это понимаешь? Правильно. Правильно, Сереж, еще ударь. Ну, ударь тебе легче будет. Все, Зая, замолчи. Сереж, Сереж, ну, если Левкина девочка жива останется, я же ее как родную дочку воспитаю. Сереж! Господи. Что же я делаю-то? Половину первого возле дома Строганова Галицкого никто не видел. Он мог вообще не ездить к любовнице. Если Строганова могла подтвердить его алиби, зачем ей его возить за границу? Тоже верно. А зачем такому человеку суетиться, придумывать себе алиби, когда за него могут все сделать? Ну, я его все равно достану. Тех поддержка? Это Сергей Варламов. Я не могу попасть на сайт моей фирмы. Сайт не открывается. Давайте что-то делать. Что вы говорите? Набрать себя в поисковике? Хорошо. Да, действительно, работает. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нужен майор Санзонов. Давайте поездку. Меня не вызывай, я сам пришел. У меня для него информация важная. А вы кто такой? Я потерпевший. Дальше майор. Да. К вам. Внимательно. Я в интернете видел ролик. Запись, как сбили мою жену. Наверное, кто-то снял на телефон. Ах, это. Там все видно, как она идет, как ее сбивают. Машину отлично видно. Машину видно, а водителя нет. Запись у нас есть, мы с ней работаем. Я позвоню, если что-нибудь понадобится. Понятно. Слушай, я ничего не могу сделать. А я могу. Я этого не слышал. Аркадий Сергеевич! Мне сейчас звонили из мэрии. Тебе лучше не появляться на заседании правительства. Что значит не появляться? У меня доклад. Давай твой доклад, я прочитаю сам. Шериф мелковат, но ничего, я справлюсь. Да, и во вторник с немцами тебе тоже лучше не встречаться. Там будет полно журналистов. Что, из-за этой самой аварии? Ну, конечно, история некрасивая. Аркаш, может тебе в отпуск спать, а? Ну, на больничной, пока страсти не утихнут. Моя вина не доказана. Полиция скоро найдет угонщиков. Аркаш, само собой, но лучше не мелькать. Я тебя прикрою. Аркаш, само собой. Аркаш, само собой. Аркаш, само собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варламов, что случилось? Я еду. Аркадь Сергеевич, интернет взбесился. Мы просто не успеваем удалять ролики с этой аварией. Они везде, они на всех форумах, они на всех... Я видел. Да, но вы не видели десятки тысяч раздач за день, просмотров. Ой, такие истерики обычно быстро заканчиваются. Завтра найдут в лесу очередной труп, и все, толпа переметнется в другую сторону. Хлеба и зрелищ, увы. Это не просто истерика. Я обратил внимание на характер распространения информации. Компания кем-то очень хорошо организована. Кто вообще сделал эту запись? Я бы ее купил. Аркадь Сергеевич, уже поздно, потому что она уже в общей раздаче. Но мы узнали одно, что у распространителей есть активисты. Один из них – это так называемый Жора. А, так может, это менты балуются? Если бы менты владели этой информацией, они бы давно ее продали. Поверьте. Здесь замешан, скорее всего, Варламов. Это супруг погибший. А ты говорил, он простой парень, мелкий коммерсант. Вряд ли бы он смог поднять такую волну. Тут нужны и специальные навыки. Даже у мелкого коммерсанта бывают друзья. Вот и займись всем этим. И найди, пожалуйста, мне этого Жору. Найди и поговори с ним. Хорошо. Ваши подозрения оправдались. У ребенка патология трехоспитального клапана. Это хорошо. Что ж тут хорошего-то? Ранняя диагностика в нашем случае – очень важный момент. Сейчас, пожалуй, я могу сказать вам, что жизнь девочки вне опасности. Спасибо. Но шансы на пожизненную инвалидность возрастают с каждым днем, требуются пластика как можно раньше. Пока не произошло необратимого снижения функции желудочка в сердце. Вы по образованию кто? Автомобильный дизайнер. Точнее, я учусь. Ну тогда на пальцах. Я не буду внушать вам ложных надежд. Литарность пластики довольно-таки высокая. В каком смысле? В прямом. Почти каждый десятый ребенок после этой операции умирает. Через полгода эта операция будет более безопасной. А через год это довольно-таки трудная, но рядовая операция менее затратная. Но после такой операции ребенок остается с поруком сердца, запаздывает в развитии и редко доживает до сорока лет. Вы меня понимаете? Понимаю. То есть, сейчас мы рискуем, но решаем проблему. А через год мы не рискуем, но решаем часть проблемы. Совершенно верно. Я должен подумать. Да, конечно. Скажите, а сейчас уже известно, кто будет делать операцию? Я. Давайте сейчас. Что рисуешь? Возможные маршруты Галинского. Смотри. Вот улица Прокофьева. Она против поликлиники. Где произошло ДТП? Вот здесь мы нашли машину. Да, мы это пять раз смотрели. Далеко уехал. Да, очень далеко. Вот смотри. Он мог проехать вот так. Или вот так. Или вот так. Не важно. Но человек ни разу не попался в поле зрения гаишных камер наблюдения. Интересно, действительно. И что это нам дает? А это нам дает, что человек хорошо знает район? Не удивительно. У него там подруга живет. Интересно, это он ей квартирку купил? Не исключено. Ты знаешь, нет. Одно дело знать район, а другое дело знать, где натыканы камеры. Вот ты обращаешь внимание на камеры? Нет. И я нет. А человек, смотри. Человек как будто знает и объезжает их. Причем, заметь, он в состоянии эффекта. Он только что насмерть сбил человека. Это ж какое тогда получается надо иметь хладнокровие? Да, хладнокровие ему не занимать. А может у него какой-нибудь намороченный GPS с гаишной базой? Там, где есть посты, камеры. Ну, это так, в порядке бреда. А хрен его знает. У богатых свои причуды. Слушай, скажи мне вот что. Как он объяснил, что запись с фронтальной камеры Степ? Сказал, что сам отключил ее перед тем, как уехать из дома. А, вот так вот на голубом глаз просто. Даже не покраснел. Здорово, Серега. Держись. Здесь что надо? Обращайся. Спасибо, ребят. Приехали? Да. Я тебе привез. Ты сказала, что будешь солькой санузеть. Я не смотрела вообще. Да я не смотрела. Здорово. Здорово, Серега. Здорово. Ребят, мне нужны деньги. Ребенку на операцию. Срочно. Не вопрос. А сколько? Много. Серега. Вообще-то у нас сейчас тоже дела это. Не очень. Я вас не взаимопрошу. Я хочу продать фирму. Серега, перестань. Мы так дадим. Соберем, сколько сможем. Заработаешь. Потихоньку потом отдашь. С этим сейчас тоже проблема. В общем, меня закрыли. Вчера на базу приезжали от Галицкого менты или кто там его охраняет. Говорили с директором. В общем, директор доложил в штаны и не хочет со мной иметь никаких дел. И вообще. Он, блин, засада-то, а. Серега, ну, а что ты собираешься продавать? Какой бизнес? Если тебя закрыли. В связи с твоей регистрацией, что ли? Против вас директор ничего не имеет. Он хочет избавиться от меня, а не от фирмы. Угу. Понятно. Ну, и сколько ты хочешь? Договорились, значит, завтра едем на базу, разговариваем с директором. Если все нормально, подписываем договор. Только, ребят, деньги мне нужны быстро. Достанем. Не вопрос. Только насчет быстро не знаю. Мне придется же как-то рискать. Занимание-то не в любом случае ничего. Справимся. Ну, что? Ну, что? Погнали. Еще. Мне нужна винтовка. Чего? Винтовка с оптическим прицелом. Возможно, бушная, там, засвеченная, неважная. Винтовка с оптическим прицелом. Ты охренел? Ты чего затеял? Ты чего затеял? Свет, с деньгами мне тебя поможет, не вопрос. Достанем. Не смолчил, но связываться не будем. Тебе не совета. Жизнь любая. Молодец. Ну, как хотите. Все равно достану. Не у вас, не в другом месте. Да, Занка. Погоди. Погоди. Вас устроится подальше? Да. Слушай, ты насчет ствола, пока не спрашиваем у кого, поверишься к чертовой матери. Достанешь. Тихо. Приехали. С тебя по литру, за каждую звездочку. Да понял, я понял. Не меньше. Здорово. Здорово. Володя, а ты у них ты главный? С Серегой как-то нехорошо получается. Ему бы надо просто так помочь, а ты у него хочешь еще бизнес забрать. Нет, ну ты что? Не забрать, а купить. Причем за нормальную цену. За столько он вообще никого не продаст. Да все равно как-то не по-человечески. Он нас не сдал, когда его менты загребли. А сам получил по полной. Так мы ему по жизни должны. Сань, ну будет лучше, если фирма его перейдет к нам, а не в чужие руки. Ну мы же ему с тобой еще и поможем потом. А деньги ты где возьмешь? Где-где? В тумбочке. Ох, неправильно все это. Ну и куда ты меня привез? Ух, блин. Извини на автопилоте, серьезно. Да что, не вижу. К Зойке ты меня привез. Ходишь к ней? Ездишь, да? А Зойка-то обратно к Сереге хочет. Место-то освободилось. Ванюк, ты что гонишь? Мы с Зойкой договорились, чтобы все снова. Чтобы у парня отец был. Да будет у пацана отец. Только не ты. Папаша. Че? Ничего. Зоя, привет. Привет. Олег уснул? Уснул. Саня, сегодня ничего не получится. Ну-ка, как скажешь, но войти-то можно? Иди домой. У тебя кто-то есть? Ты задурел. Серега, да? Саня. Может, что, в шкаф заглянешь? Или вон, под кровать. Стой, прости. Прости меня, я дурак. Ну, я честно, я не... Давай. Уходи. И не приходи больше. Фу, дурак. Все потерли, гады. А если так? И фирма будет зарегистрирована на вас, да? И, соответственно, договор аренды тоже будет с вами. Правильно я понимаю? Правильно. Ну вот. Очень хорошо. Меня это устраивает. Ну, ты не обижайся. Ну, как говорится, ничего личного. Просто не хочется проблем, понимаешь? Ну, кому они нужны? Никому. Да вы не волнуйтесь, здесь все будет по-прежнему. А я подъеду, мы оговорим все подробности. Серега, ну что, к нотариусу? Да, поехали. Вперед! Тебе можно дать шкурочку? Серега, я с этими гопниками работать не буду. Толя, я тоже гопник, если разобраться. Серега, ты другое делай. У тебя ошибки молодости. Ну, не торопись, перекрутимся. Пойдем на новое место, все начнем сначала. Ну, и что мы потеряли? Толя, деньги мне нужны по зарезу. Ребята за одну ночь достали. Выручили? Выручили. Получили раскрученный бизнес. Серега, ну что, ты идешь? Веселее, Рафаэль. Ну, ты же титан Возрождения. Деньги. Всем нужны деньги. 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 А здесь что-то не хватает для Вани? Ты на турку просил? Ага. Сделаешь? Уже. Вечером позвонят, скажут, где забрать. Я тебе сообщу. Спасибо. Серега, только это, брату ни слова. Договорились. Ты знаешь, я как мужик-мужика тебя понимаю. Я бы эту гадину сам бы раздавил. Спасибо. Договор готов. Можете пройти к нотариусу. День добрый, папаша. Это кому как. Трамблер. Чего? Ты хоть знаешь, что такое трамблё? Ой, вы сейчас ничего не понимаете. Так что, давай по-быстрому. Ты с полицией? Интересуешься тоже этой тачкой, да? А почему я тоже? Ну, я исходил один высокий такой, лысый. Ясно. Так что, давай, спрашивай, что хочешь, и иди, куда шёл. Ладно, спрашиваю. Скажи, пожалуйста, вот здесь есть другая дорога? Нет, туда. Туда не проедешь, там автобус лыпа. Ага. Спасибо. Что, всё? Ага. Трамблер распределяет зажигание по цилиндрам. А у тебя, папаша, катушка полетела. Тише. Да, я. Молодец, может быть. Можно? Что вы хотели? Я деньги принес. Какие деньги? Ну, как какие? За операцию? Варламова Ирина. Порок сердца. А, определили, значит, хорошо. Ну, до операции вам нужно будет оформить много разных бумажек. Ага. Вот вам анкета. Бланк согласия на операцию. Да, согласие нужно от обоих родителей. Каких обоих родителей? Мать умерла после аварии здесь в больнице. Вы что, не помните? Варламова помню. Илья Александрович! Я занят! Я занят! Просто сегодня тяжелый день. Закрутился. Заполняйте анкету и приходите завтра. Вы же сказали, как можно скорее. Завтра это и есть, как можно скорее. Люди месяцами ждут. А деньги? Вы что, их сюда притащили? Деньги на счет в бухгалтерию. Там получите эквизиты. Или как это называется? Финансовый отдел. Второй этаж. Двести вторая комната. И там возьмете план договора. Да. Да, Ваню. Серега, напоминаю. Ты с церов партий помнишь? Конечно помню. Они не нужны и конфликер. У него черный термотиновый чемодан. Все. Погоди, Ванюк. Все, все, пока. Субтитры подогнал «Симон» Ну, теперь поговорим по-другому. Вызывали, товарищ полковник? Вызывал. Садись. Садись. Ну, и так продвигается расследование по угону машины инвентарта. Работаем, товарищ полковник. А мне нужны результаты. Хотя бы продвижуточные. Версии круг подозреваемых, свидетельных фоноробок. Я понял. Буду держать вас в корте. Техническая экспертиза готова? Каким образом угонщики сняли машину с охраны? Информации пока нет. Конечно, нет. А может, это кто-то из приближенных Галецкого имел дубликат, дубликат реализации, а? А может, он просто потерял ключи и зато поменять код? Вы это выяснили? Мы выясняем. Свободен. Значит так. Через сутки мы должны задерживать преступника. Или как минимум объявить в розыск конкретного человека. Иди работай. Все. Вот сейчас точно закурю. Сразу виды человек был у начальства. Какие поступили распоряжения? Самые прямые. Нужно найти угонщика. Срочно. Или объявить кого-нибудь в розыск. Чтобы им наверху было что доложить. Ну, вот так как-то полегче. Еще бы стакан с утра хлопнуть и можно работать в полиции. Может, мне самому признаться в угоне, а? Других вариантов я не вижу. Налицо моральное разложение. Что, вот все три месяца волевых усилий коту под хвост? Прости. Скажи, Виталь. У тебя гражданская специальность есть? Нет. Нет. И у меня нет. А она нужна. Потому что скоро все это меня достанет окончательно. Нужно найти угонщика, которого не существует в природе. Это нормально? Твою дивизию. Ладно. Что у тебя? У меня есть одно интересное наблюдение. Так. Я еще раз ездил на стоянку, где нашли машину Галецкого. Алиса, доедание сейчас. Сереж, привет. Проходи. Я на минуту, Зай. Помнишь, ты говорила, что вырастешь нашу сырой девочку, как свою собственную? Сереж, прости меня. Я, правда, я не в себе была. Вообще не соображала, что говорила. Ничего, ничего. Все нормально. Я как раз хотел тебя об этом попросить. Если со мной что-то случится, ты о ней позаботишься? Да, конечно. А что может случиться, Сереж? Спасибо, Зай. Сереж! Стой! Ты куда? Это папа был? Ты чем ел? Руками? Быстро умываться? Чудо мое. С улицы стоянку не видно. Ее вообще не так просто найти. Там одна дорога, а с обратной стороны тупик. Да. Народу мало. А от домов стоянку закрывают деревьями. Я помню. Отличное место, если бы не тот участковый. Игальский. После аварии. Ее не искал, не метался. А сразу приехал туда. Ну, как будто знал, где спрячет машину заранее. КОНЕЦ КОНЕЦ АЛЁ, АЛЁ, Галецкий. Я понимаю, что делаю контроль на самом верху, поэтому, именно поэтому ускорите следствие. У меня появились проблемы. Архадий Сергеевич, добрый день. Вы без охраны? Да. В вашем положении это не очень предусмотрительно. А где Михаил? Он на задании. Эй, мужик! КОНЕЦ 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 Серёжа! 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 Ну да, я понимаю. Он не хотел. Случайно вышло. Только мне от этого не легче. Нет, родной мой, его вообще-то не было. Ещё день-два, и это всё прояснится. Так что давай свернём всю эту пиарацию, иначе что же получается у нас? Человек не виноват, преступление не доказано, а вы грязью поливаете. Нехорошо, Серёж, нехорошо. Слушай, ну я здесь ни при чём. Люди недовольны, что для таких, как Галецкий, закон не писан. А ты не думал, что этим недовольством кто-то умело управляется? Ну это, кстати, очень плохо, потому что статью 129 о клевете пока ещё не отменял. И твой дружок Жора вписывается в ней в полный рост, поверь мне. Какой ещё Жора? Ну как, какой? Тот самый, который всё это начал, который снял на мобилу всю эту аварию. Я не знаю никакого Жоры. Слушай, я не собираюсь из тебя выбивать все эти явки, пароли, адреса. Ты просто передай этому клоуну, что он не в игрушки играет, а совершает уголовное преступление. И срок может хлопотать по полной программе. Вот так вот. Да, кстати, что и касается тебя. Ты забегай, мало ли что понадобится. С деньгами туда-сюда. Поможем. Мне от вас ничего не нужно. Ну-ну. Музыка. 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 Жора. Музыка. Музыка. Зоя, Зоя, открой! Зоя, открой! Поговорить надо! О, Зоечка! Ты что, напил? Мико! Тебе же нельзя, ты подохнешь! Я не подохну, я это самое... Ой, извините. Я расходировался. Зачем? Ты же только на человека стал похож! А мне, мне все равно. Зоя, Зоя, выходи за меня замуж, а? Я снова брошу, я тебе клянусь! Вставай! Я не давал жить ни грамма! О, о, фу ты, ну ты, каким! О, понятно, понятно, где тебя искать? Где же счеты, а? Все, все, домой, домой, нагулялась! Минтовки не вызывала? Не вызывала. Сами разберемся, не вызывай. Зоя, я тебя люблю! Спать, 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 домой, 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 домой. Пошли, поросенок, пошли! Внимательно, Сазон. Я же сказал тебе, не звони на этот номер. Покачину! Я тебя сам найду, Жора. Все, давай. Варламов, проходи, садись. Что хотел? Ну так узнать, как продвигается следствие. Какие новости? Ну я же сказал, будут новости, я позвоню. Слушайте, а вот этот ролик, который сейчас повсюду в интернете, кто его сделал? Случайный прохожий. А можно мне с ним встретиться? Разумеется, нет. Почему? Правильно следствие. Ты знаешь, сколько бабла Галецкий отвалит за то, чтобы достать этого человека? Ну я же не Галецкий. К тому же, сейчас этот ролик уже сто раз перекопирован. Внимательно, Сазонов. Да, товарищ полковник? Что? Нашли угонщика? Ага. Да, да, сейчас поднимусь. Ознакомлюсь с материалом. Побеседую с человеком. Угу. Ну конечно, конечно, без глупостей. Какие уж тут глупости, товарищ полковник? Да, сейчас буду, товарищ полковник. Угу. Нашли угонщика? Будете оформлять? Вот я его буду оформлять. Я рапорт на стол положу. Эту скотину достану. Все, Варламов, иди. И без тебя тошно. Алло. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Я муж женщины, которую сбили на пешеходном переходе. Мне нужно с вами встретиться. Ну, должна вас разочаровать, это не я сделала запись с телефона. Тогда откуда она у вас? Из интернета. Вы первая выложили запись в интернет. Сейчас размещайте ее на новых и новых ресурсах. Люди Галецкого убирают, а вы снова размещаете. Ну, нас не догонишь. Это точно. Можно сказать, что вы выиграли информационную войну. Запись дал вам Сазонов. Почему он это сделал? Потому что справедливость не всегда свершается по закону, к сожалению. А вы почему это делаете? Ну, как раз за этим. Сазонов нормальный мужик и честный мент, каких уже не осталось. Я помогаю ему. И сейчас, и вообще. Потому что ведь нормальные люди должны друг другу помогать. Иначе эти Галецкие сожрут нас. Да это правда, Жора. Это ваша подпольная кличка? Нет, имя. Настоящее. Да. Да? Хотите, паспорт покажу. Георгина Крузо, да? Да, красивое имя. Спасибо папе. Художный, блин. Жора, а что вы собираетесь делать дальше? Я уверена, что Сазонов что-нибудь раскопает. Он упорный. Вот, гражданин Мирошниченко признался в угоне машины депутата Галецкого. Работал он по заказу, заказчик неизвестен. Посредник Ильдар Мамаев. В настоящее время находится в федеральном розыске. И кто задержал гражданина? Престинского РУД. Он готовил аналогичное преступление, так что взяли его с поличной. И что, Суви замучила? Погвай. Ну, пойдем поговорим. Делали. Бумаги в порядке. Платеж зачистим на счет. Вы можете быть свободны, мы вас известим. Когда операция? Об этом мы тоже вас известим. Вы же сказали, нужно как можно скорее. Все правильно. Но не все зависит от меня. Есть установленные процедуры. Что это значит? Все еще может не состояться? Послушайте, папаша. Ваш младенец болтается между двумя мирами. Что угодно может состояться или не состояться. Вы сделали все, что от вас слевывалось. Теперь запаситесь терпением. Черт, на выслое. Что еще бухгалтера брать придется? Да. После семи. Нет, дешевле нельзя. Почему, почему? Деньги нужны. Вот почему. Где оставили машину? Вот здесь. Дальше. Сам я находился рядом, в другой машине. Когда этот дядька подъехал, я включил сканер. Он машину закрыл брелком, и я просканировал сигнал. Дальше. Открыл, завелся, поехал. И тут это, и идет по сторонам, не смотрит. Ну, честное слово, я не хотел. Честное слово, так повернулось. Я чисто, сердечно раскаиваюсь. Куда должны были отогнать машину? В Воскресенск. Ну, как баб снется, я сразу, значит, позвонил. Мне сказали машину бросить и сваливать. С какого телефона звонили? Чего? С какого телефона звонили посреднику? Ну, как, ну, с обычного. Они все обычные. С мобильного или из автомата? Если из автомата, то из какого? Где купили телефонную карту? Или, может, от знакомых звонили? От каких знакомых? Что у вас за провалы в памяти? Про глушилки, про сканеры помните, а про обычный телефон не помните? С мобильного звонили? Ну, да. Вот с этого? Да. Вот распечатка звонков по этому номеру. С 11 до 13 8 декабря. Два входящих, ноль исходящих. Станция покрытия Нижняя Баулина, Ступинского района Московской области. Вас сюда, видимо, с парашютом забросили? Внимательно. Что там в Пресненском? Картина маслом. Гражданин Мирошниченко задержан за развратные действия в отношении семилетней девочки. Не было этого! Не было этого! Угона имеется, но в прошлом две ходки, парень серьезный. Согласился махнуть статью. Не гони, начальник! Ну, зачем мне это? За это же срок больше! Ну, количество не всегда переходит в качество. Тем более, за угон и причинение смерти по неосторожности сидеть куда спокойнее, чем по 135-й. Так? Уводите, ребята. Миша, а что за дела вы мне обещали? А что за дела вы мне обещали? Я вам ничего не обещал. Опа! Привет, Санек! Ты чего, снова пить начал? Серега, разговор есть! Ну? Отвали от Зойки! Ты чего, Санек, крышу поехал? У нас с Зойкой давно все кончено. Ты сам знаешь. Нет, погоди! Только жена умерла, ты сразу к другой бабе, да? Нехорошо, Серега! Ты чего, спрендил, что ли, а? Давай, иди проспись, дятел. Можно и по-другому поговорить. Ой! Не говорите, да, а? Ты чего делаешь? Так. Ну-ка, нож брось! Нож брось, я сказал! Чего он на тебя полез? Да ничего. Ему к врачам надо. Пусть его зашьют. Я завтра утром отвезу. Сейчас проспится. Пока дров не наломал. Давай, пошли домой, я сказал! Садись в машину! Давай! Не надо меня к врачам! Я жить хочу! Будешь ты жить! Давай, поехали! Все! О, идиот! Домой поедем! Серега, извините, что такое что-то. Я прослежу. Поехали. Чего такой дурилка, а? Сказал, дома сиди. Ну, ты чего на Серегу-то полез? Из-за зойки, что ли? Ты себя-то видел? Кому ты такой нужен? Урод! Ты куда? За сигаретами куда? К врачам. Меня. Сами идите к врачам. Стой! Стой, идиот! Стой! Стой, придурок! Стой! Да, Ваня! Серега, прикинь, это тебе машину мою угнал. Да и вышел с сигаретами, а он прыг за руль. И показал. А я ключ в замке оставил. А куда он мог поехать? Ну, откуда я знаю? Гонять, небось, тянет по району. Серега, я не знаю, что. Ментов вызывай. Спасать ведь дурака. Не, не, не надо, пока не вызывай. Ну да, не вызывай. А если он задавит кого-нибудь? Сейчас что-нибудь придумаем. Ну что, брателла, очканул? Ха-ха, то-то. Вот твоя тычила, забирай. Ванюк, я его нигде не вижу. Может, он в кабак зашел? Сейчас проверю. Санька Самарина здесь не было? Нет, а что я ему здесь делал? Он завязал. Как завязал, так и развязал. Ай, елки-палки, а. Ну, наконец-то. Ой, черт возьми. Полдня искал. Хорошо, пашина цела. Давай, вставай. Тут работа будет гораздо больше, чем заявлено. За ночь не управимся. И денег так больше. Ладно, не вопрос. Он же пьяный был. Он как напьется, ко всем вяжется. Ну, трезвый-то, спокойный, нормальный. А как выпьет, ну, его так на подвиги и тянет. Он сегодня на Сережку в Орламу с ножом кидался. А вон, а вон и Серега приехал. Кидался, кричал. Ванек, что случилось? Братильника завалили. Я его такими не видела ни разу. Кто? Откуда я знаю, кто? Ударили чем-то по голове. Не нравится мне это, Серега? Старший лейтенант Головин. А, Дим, здорово. Я знаю, ты уже старлей. Извини, не смог поздравить. Не было возможности. Тут вот свидетели утверждают, что у вас был конфликт с погибшим Александром Самарином. С ножом на вас бросался. Был такой? Бросался, это громко сказано. Он на ногах не стоял. Ты что думаешь, это я его завалил? Сердыченко! Я! Ходь сюда! Это мы берем. Люди же вокруг были. А он с ножом кидается. Увечи. Да, сам снять. Кого? Серегу? Серегу, Серегу. Вы что, ребят, с ума посходили? Серега, извини. Ты что, все сговорили? Ты знаешь, который час? Санька, он убили. Кто? Кто, кто? Откуда? Я знаю, кто. Он нажался, опять нож где-то достал на Серегу в палец. Что, и Сережа его убил? Да нет. Я его убил. Серега, мне ты забрали. Сейчас примерят. У него этого нет. Алипий! А чего ты стоишь? Чего ты тут стоишь? Надо же куда? Ты лежай там, говорить в милиции что-то. Чего ты стоишь? Кого убили? Папу! Больно. Терпи. Больно. Ладно. Закончим завтра. А деньги мне нужны сегодня, как договаривались. А ты с деньгами не чухнешь? Куда я чухну? Ну, смотри. На! Благодарствую. Серега, может тебе водички? Или позвонить? Ну, как знаешь. В общем, тебя видели, свидетели навалом. Кто меня видел? Где? Барит тебя видели. А Санюк уже в этот момент прижмурился. У дежурного вызов зафиксирован, так что, извини. Работа такая, сам понимаешь. Да ладно, я без претензий. Давай я тебя подвезу. Да не, я сам доеду. Да, понял я, понял. Разрешите, товарищ полковник? Я перезвоню. В показаниях Мирошниченко дырки размером с кулак. Во-первых, он неправильно указал место, где стояла машина. Постоянно путается в деталях. Во-вторых, во время предполагаемого угона он находился в Ступинском районе. А самое главное, что взяли его за развратные действия в отношении несовершеннолетней. С такой статьей на Азоне могут возникнуть проблемы. Вот он и взял на себя угон и наезд. Кто-то подкинул ему эту возможность. А ты, значит, вывел его на чистую воду. Прошел. Ты мне скажи, у тебя хоть какие-нибудь свои версии есть? Мы работаем, товарищ полковник. Нет. Нет, Сазонов, мы уже не работаем. От Мирошниченко ты отпихнулся, а сам выдать ничего не можешь. Или не хочешь, а? Значит, этим будут заниматься другие люди. Все, дай этот материал к передаче. Кому? Капитану Булунову? Сейчас тебе, Булунову. Вы два сапога пара. Я скажу кому. Вопросы? Вопросов нет. Свободен. Только не кури, я только что проветрил. Не-не-не-не-не, я снова бросил. Давно? Минут пять назад. Я спокоен. Меня ничего не волнует, ничего не беспокоит. Мне на все наплевать. Я доволен, как слон. Что случилось? Мы больше не занимаемся делом Галлицкого. Готовим материал к передаче. Кому? Какая разница? Что ты там смотришь? Галлицкого. Я сейчас смотрю запись его фронтальной камеры в машине. Один момент. У него не зафиксировано ни одной поездки на улицу Кораблева. Похоже, мужик действительно выключал камеру перед тем, как поехать к своей девушке. Это во-первых. А во-вторых? Виталя, Виталя, Виталя. Я тебе сказал, что во-вторых. Вернее, во-первых. Мы больше не занимаемся этим делом. Во всяком случае, официально. Привет. Привет. Ты что здесь делаешь? Ты говорил, что тебе деньги нужны? Вот и я принес немного. Спасибо, Толя. Я все вопросы уже решил. Ты решил сейчас, потом понадобится. Бери. Слушай, откуда у тебя деньги? Да бери, все нормально. Никакого криминала, почти. Что значит почти? Я тебе говорю, все нормально. Это долго стоять с протянутой рукой? Или ты возьмешь? Слушай, Толя, ты с плечи подальше? Мы лучше с тобой как-нибудь дело откроем. Ну, другой разговор. Аркадий Сергеевич, приветствую. Как прошла встреча с инвесторами? Выдержали? Немцы до конца банкет. Выдержали, выдержали. Мы по рабочему без излишней, в случае не 90-й год на дворе. Аркаш, у меня для тебя не очень хорошие новости. Тобой заинтересовалась комиссия по этике. С какой стати? Ну, ты же знаешь, им сейчас нужно изображать деятельность. А тут такое громкое дело. А полиция нашла угонщика моей машины. Его сейчас допрашивают. Но дело не только в аварии. Откуда-то вылезла информация о твоих доходах, счетах, недвижимости в разных городах зимового шара. Это не секретная информация. До городской думы я был президентом и сопредседателем строительного треста. Я не бедный человек, Антон Григорьевич. Я об этом знаю. Аркаш, Аркаш, не кипятись ты. Все, все верно говоришь. Хочешь мой совет? Как нужно действовать в твоей ситуации? Догадываюсь. Нужно уйти из комитета. Ну, скажем, по состоянию здоровья. Через полгода ты получишь место не хуже, а то и лучше. А если всплывет все твое грязное белье, репутацию можно испортить надолго. Я разберусь со своим грязным бельем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Герочка у нас информатику преподавала. Очень толковая девочка. Жалко, что уволили. Осторожно. Почему уволили? Вы знаете, вот, ну, за внешность и за манеру поведения. Но у нас все-таки гимназия, и мы очень следим за этим. Она у нас вся такая неожиданная. Ну, дети ее просто обожали. Называли Жора. А почему Жора? А у нее имя такое, ну, необычное. Георгина. Да? Да. А мне кажется, хорошее имя. Кстати, где я могу найти ее? Найти. Нужно данные взять в отделе кадров. Где найти, я не знаю. Ой. Она нас в комнату снимала в библиотекаре. Марья Ивановна! Секундочку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто? Я, Ванек. Один? Один, конечно. А что хотел? Поговорить, узнать, как дела. Заходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выше. Не я. Ну, что там менты говорят? Нашли они. Кто-то в ровно брата убил. Ничего не говорят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, Серега. А у тебя ствол, Ильяка? Выбросил я ствол. Не пригодился. НТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поторопился-то, Серега. В общем... Я хочу отыграть назад нашу сделку. Не получается у меня. Чего не получается? Дело раскрученное. Клиенты есть. Я тебе помогу. Да и по деньгам у меня не получается. В общем, я... Я денег занял, чтобы тебе отдать. А сейчас возвращать надо. Там с процентами не разобрались. Ванек, не темни. Какие проценты? Двух дней не прошло. Что случилось? Ну, хорошо, хорошо. Ну, передумал я. Передумал? Почему? Ты можешь... Бизнес обратно забрать, а деньги мне вернуть. Я понял. Не мое это. Ну, могу, наверное. Но не прямо сейчас. Твои я уже отдал за операцию. Мне сейчас нужно что-то другое соображать. Машину продавать, там, квартиру менять на меньше. Но это займет время, понимаешь? Связался я с тобой. А ведь это тебя должны были грохнуть. Ванек, а не Санька. Ну, так вон же она. Чё, чё, сидите? Вон она. Ушла. Ничего. Я её запомнил. Это как раз не трудно. Муравей, муравей, пусти меня в гости. Олег, аккуратней. Да не торопись. Здравствуй, Саня. Привет, Дим. Шею закрой, Олег. А ты всё хорошеешь? А ты нашёл время для любезности. Чего ты хотел? Извини, у меня будет пара вопросов к тебе. Олег, шею закрой. Санёк, в последнее время ни с кем не подсапался. В каком смысле? Ну, в прямом. Телефонные звонки, люди там новые, всякое такое. Мне кажется, у него какие-то проблемы были. Иначе чего он сорвался, вдруг ни с того ни сего запил? Дим, он из-за меня сорвался и запил. Он хотел вернуться, а я отказала. Так что Серёга здесь совершенно ни при чём. И напрасно вы его таскали. Ну да, поторопились. Но он был такой дёрганый, как пишут в протоколах, в состоянии аффекта. Дим, у него жена погибла и ребёнок в реанимации. Тут ещё, Санёк, кто угодно будет в состоянии аффекта. Ну да, правильно. Неудобно как-то получалось. Угу. Ты знаешь, ему надо быть поосторожнее. С этим депутатом вы вообще. Ко мне пару дней назад один хрен приходил. Справки о нём наводил. А ты что? Я ничего. Судимость снята, вопросов нет. А пацан знает, что отца убили? Пацан про отца вообще ничего не знает. Зачем? Я вообще, наверное, уеду отсюда. Куда? На Северный полюс. Понятно. Ну ладно, герой. Давай. Я не герой, я спасатель. Молодец. Ну ладно, всё. Счастливо. Пока. Я сама, я сама сглупила. Я отправила им сообщение со школьного аккаунта. Они меня и вычислили сразу. Ты что, школьница, что ли? Не обижай старушку, я учительница. Была. Пока меня не уволили. Но уволили, а допуск снять забыли. Так, что от тебя хочет Галицкий? Ну, что хочет человек в такой ситуации? Хочет, чтобы я заткнулась. Уехала куда-нибудь в подачу. И шляпала. Назолго. Навсегда. Уберла. Я поживу у тебя пока. Мои все знакомые на крандаше. Я ем мало, места занимаю мало. Держи. Не вопрос, но только как ты будешь без вещей, без всего? Да ты что, я вот, я всё свое ношу с собой. Алло. Да. Да, да, квартира продаётся. Ты, я хожу продаёшь? А, да, срочно. Хотите посмотреть? Когда можете? Давайте завтра. Хорошо. Простите, я перезвоню вам, ладно? Спасибо. Ты зачем хожу продаёшь? Не продаю, меняю. Нужны деньги на операцию новорождённому. Я уже заплатил, но, в общем, нужно ещё. Подожди, ребёнок, ты жив? Жив. Чё ты пугаешься, а? Ты прикольная. Всё, готово. О, измучила, изверху. О, показывай. Слушай, класс. Не зря тебя хвалили. Так, а я вас предупреждал, и напоминаю ещё раз. На пляже с этими татухами появляться нельзя. Убьют. Да помню я. Я всё равно послезавтра к милому улетаю. Я хоть от него и старалась, да, он такие штучки любит. А кто у вас милый? Он у меня лапочка. Ага. О! Просто никак не запомню страну, в которой он живёт. Там такой один остров большой, остальные маленькие. Ну, аэропорт есть. Да. Раззуя пересадками. Где его нашли-то? Где-где-где все? Потрясло мумба медицинский факультет. А, он что, доктор, что ли? Ну, какой он доктор? Это я доктор, ну, в прошлой жизни. Я, впрочем, ещё в город здравоохранительной работала, да, и еле уволилась, потому что меня не отпускали. А милый-то чем занимается? А, он там этот, не директор, диктатор. А? Ну, и реакция у тебя? Ой, извини, пожалуйста. Чё, не ложилась, что ли? Ой, ты напугал меня. Ну, так, прокимарила. Слушай, у тебя тут бумаги? Это договор из клиники, дай сюда. Да, да я просто посмотрела. Ты сам-то свой договор читал? Да, в общих чертах. Так вот, по этим вот общим чертам из тебя можно деньги бесконечно тянуть и без всяких обязательств. Блин, давай я куда-нибудь спрячусь, а? Не надо прятаться. Я у себя дома, и без судебного решения ко мне в дом никто не войдёт. Привет, Серёж. Слушай, я вчера видела Диму Головина. Он говорит, что к нему приходили насчёт тебя. Здрасте. А ты что, не один? Извините. Да подожди. Зоя, подожди. Ты чё подумала? Зоя, подожди. Зоя. Серёж, ты вообще кто, а? Это не кто, это наоборот. А, наоборот, понятно. Ты что, бабу к тебе в дом пришёл? Какая баба эта девушка мне помогает? Понятно. Чё тебе не понятно? Она работает против Галецкого. В интернете. Её ищут. Она у меня прячется. Послушайте, товарищи, я не хочу никому мешать. Слушай, ты вообще кто такая? Да никто никому не мешает. Успокойтесь вы обе. Обе, значит. Зоя, подожди. Ты с ума сошла? Ну, мы знаем, где она. Привет. Коля, есть интересная тема, только ты, пожалуйста, не кури. Не дождёшься. Дело депутата Галецкого закрыто, значит и курить не стоит. Ну, во-первых, дело ещё не закрыто. Ну, значит, будет закрыто нас этим быстро. Коля, именно по поводу Галецкого я и хотел с тобой поговорить. Мы со школой дружили. Сначала дружили, потом типа любовь. Зойка такая была, всегда боевитая, шебутная. Но она сейчас такая. Ну, в общем, были неразли, да. Потом срок, она меня ждала. Сразу подали заявление. Потом всё как-то разладилось. Перегорели мы. Перетёрлись друг от друга. Ну, Зойка со злости вышла замуж за моего друга. Сразу забеременела. Я встретил Иру. Ну, как встретил, я её сто лет знал. У нас такой район, что все друг друга знают. А мне-то зачем всё это рассказываешь? Ну, а кого мне ещё рассказывать, как непостороннего человека? Ну, да. Тогда валяй. Ты вообще молодец. Ты с этой записью сделала гораздо больше, чем вся полиция. Знаешь, мне в этой записи один момент не нравится. Я только сейчас поняла, какой. Я тут поднял заключение о смерти Варламовой и поговорил с судебными медиками. Внимательно. Судя по характеру повреждений, её сбили на скорости 110-120 км в час. Как она вообще доехала до больницы, неизвестно. И что? А то. Коля, помнишь, я тебе говорил, что пересмотрел все записи с передней камеры в машине Гальцкого? Угу. Он никогда по городу не ездил с такой скоростью. Максимум 80 км в час. Ну, мало ли, торопился куда-нибудь. Да ни разу за полтора года, Коля. Запись ведётся с самого рождения машины. Он аккуратный водитель, внимательный. Не хамит, не лезет, не подрезает, на красный не рвёт. Пешеходов всегда пропускает. Всегда. Самое главное. Я вчера сел в его машину. Боковые зеркала настроены не под него. А на кого-то более рослого. Я не пойму, ты что хочешь сказать? Что, за рулём был не он? Нет! А кто? Подруга? Строганова? Нет, если бы за рулём была подруга, он бы ездил с обратной стороны. Я думаю, машину именно угнали. Причём очень грамотно. И сделал этот человек очень хорошо знающий Галинского и имеющий к нему доступ. Вот начало записи. Да, я её видел. Смотри, ничего ещё не случилось. Женщина вышла на переход. Нет никакого происшествия. Первые несколько секунд здесь вообще нечего снимать. Погоди, погоди. Смотри, уличный папара с вами вытащит телефон. Кто-то раньше, кто-то позже. Но тогда, когда уже есть что снимать. Машину уезжающую, номер этой машины, тело, всё что угодно. Но здесь снимать нечего. Женщина могла увидеть машину и остановиться в конце концов. Может быть, снимали что-нибудь другое, а Иеру случайно попало? Ничего другого нет. Она в центре кадра. Снимали её. Человек снимал не то, как её сбили, а то, как её сейчас собьют. Ты это понимаешь? Нет. Это не любительская съёмка. Человек знал, что её сейчас собьют. Достаньте мне её. Аркадий Сергеевич, в ближайшее время она всё равно из квартиры Барламова никуда не денется. Времени нет. Завтра от меня ждут решения. Если я не подам в отставку, то комитет по депутатской этике начнёт грызть мне печень. Достаньте мне эту жору. Только прошу поаккуратней. Если даже кто-то знал, что Галецкий поедет по этой дороге, он же не мог знать, что он собьёт твою жену. Это же бред какой-то. Главное, зачем? Так давай сначала, как машина отъезжает. Медленно. Поехали. Так вот, стоп. А вот это место сделай крупнее и чётче. Легко сказать. Вот здесь, смотри. Вот что это? Не знаю, пятно какое-то. На люк похоже. Вот, видишь? Что? Три кадра назад. Машина едет прямо. Нет. Потом виляет влево, как будто хочет наехать на люк. Допустим. И что? Ванёк. Это Ванёк. Какой Ванёк? За рулём был не Галецкий. Ты куда? Ты куда это? Ты куда? Так, сиди здесь. Никуда не выходи. Ты куда? Ты куда? Да в какую квартиру? Давайте наверх. Давайте наверх. Играет музыка. ДER pixel. Да. Кто? Это я. Что хотел? Насчет денег. А? Заходи. Успокойся. Никто никого не обидит. Хорошо? Сейчас просто соберемся и поедем в одно место. А там поговорим. По душам. А потом разойдемся. Куда? Помоги держи. Не червяйся. Куда ты собрался, Ванек? Не, никуда особенно. Знакомые на дочку позвали. Ты ей деньги принес? Знакомые, да? Ага. Ведь это ты был в мерсе, Ванек? Ты че, Серега? В каком мерсе? Который Иру сбил. Я видел запись в интернете. Я видел запись? Меня там не видно. 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 Ванек. Видно. 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 Серега. Серега. Серега не знал, что падет. Серега клянусь. Серега. Серега это случайно вышел. Сгодился бы любой человек, любой. Что значит любой человек, а? Для чего сгодился? Говори! И наняли. Дали ключи от машины Галецкого. Сказали спить человека на переходе. Дали место и время. Слега! У меня работы совсем не было. Оторвался столько бабла. Этим баблом ты расплатился за мою ферму. Для чего нужно было забивать человека на переходе, а? Для чего? Это подстава, Серега. Кто тебя нанял? Не знаю. Мне заказ пришел по интернету. А деньги? Деньги на карточку. Какой интернет, а? Ты там не в зуб ногой. Что, к пеному смотрелся, а? Серега! Да! Что? Кому из близких людей Галецкого понадобилось угонять его машину? И главное, зачем? Хороший вопрос. Этот ролик в интернете появился как-то очень вовремя. Не исключено, что угонщик специально сбил человека на переходе на машине Галецкого, и что депутата таким образом хотели подставить. Ничего себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой, Ванёк! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живой! Ты мне всё расскажешь, Ванёк. Расскажу. Прости, Серёга. Кто тебя нанял, Ванёк? Кто заплатил, да? Это, 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 который, который... Ванёк! Ванёк! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, где же ты, Шура? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Чё, приехали? Шапку-то снимите! Что, сюрприз готовить? А? Убивать, что ли, будете? К сожалению, нет, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шура! Жора! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий момент вызываемый абонент не достута. Говорите после признала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Жора. И вам не хворать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же просил, аккуратно! Аркадий Сергеевич, вы попробуйте, у нас не получилось. Извините, Жора, мы не причиним вам вреда. Мы просто поговорим. Вы уже мне причинили вред. Тысячелек на двадцать. Телефон мне разбили. Телефон мы починим. Скажите, для кого вы сделали запись аварии? Не я сделала запись аварии. Телефон. Хорошо. От кого вы тогда ее получили? Это же вы первые разместили ролик в интернете и потом предприняли поистине титанические усилия, чтобы это стало достоянием самых широких масс населения. Не отпирайтесь, Жора. Нам все известно. Жора. Дурацкое имя какое, Жора. Гера? Ну, Гера тоже не Фонтан. Гера так назвали родители. Что, уже ей это узнали? Конечно. И еще кое-что. Кто вам дал задание провести против меня компанию в интернете? С которой, кстати говоря, вы блестяще справились. Я хочу вам сказать, когда закончится эта история, я сделаю вам предложение. Очень серьезное деловое предложение. Спасибо. У меня есть работа. Ну да, ну да, ну да. Я все понял, Гера. Вас использовали в темную. Вы не из тех, кто гадит в интернете за мелкий прайс. Или вы действительно думаете, что это я сбил беременную женщину на переходе? Да я так уже не ищу. Я не виноват. У меня действительно угнали машину. Сбили на ней случайного человека. А вы стали просто пешкой. В этой очень грязной игре против меня. Потому что я никого не убивал. Я знаю. Алло, Жора. Сергей Владимирович. Это из детского центра вас беспокоит по поводу операции. Вы отец Ирины Варламовой. Да, что случилось? Вы не могли бы к нам подъехать? Нужно решить небольшой организационный вопрос. Да, хорошо. Я сейчас подъеду. Что с ребенком? С ребенком без изменений. Приезжайте. Да, хорошо. Спасибо. Я знаю, что за рулем машины были не вы. Я только сегодня это узнала. От кого? Неважно. От одного человека. Кстати, этот один человек знает, кто был за рулем вашей машины. Давайте по порядку. Кто угонщик и что это за таинственный один человек? Вот. Вот сейчас наш разговор пойдет на равных. Так, первое. Это ванну с пеной. Второе. Обедать. И третье. Новый телефон. Такой же модель. Да, но... Я консервативна в своих привычках. Внимательно. Товарищ майор, это Варламов. У меня для вас важная информация. За рулем Мерседеса был Нигалицкий. Его машину угнал Ванек Самарин. Его наняли. Я сейчас не могу к вам подъехать. Срочное дело. Позже все объясню. Все что-то знают. О чем-то догадываются. Один я, дурак дураком. Дежурный? С Азоном. Авария на Полозовском шоссе. Да, который с пожаром. Там есть пострадавший некий Самарин. О нем есть какие-нибудь данные? Имя, отчество, дата рождения? Ясно. Ваша операция в графике. Но девочке понадобились тесты на совместимости с имплантом. В страховку это не входит. Вы у нас коммерческий клиент. И что? Необходимо оплатить дополнительные процедуры. Хорошо. Сколько? Вот, пожалуйста, счет. Хорошо. А время операции назначено уже? Пока нет. Решение принимает хирург. Зотов? В вашем случае, да. Скажите, а он... Он хороший врач? Опытный. КОНЕЦ Майор Сазанов, ГУВД. Водитель сгорел? Да нет, выбрался. Многочисленные травмы, перелом черепа, вдавленная грудная клетка. В принципе, не жилец, но вылезти успел. Замерем заснул, что ли? Да скорее наоборот. Я в Дюймена, 3 километра отсюда, на посту стоял. Так он мимо меня пролетел, как подорванный. Шел где-то 120-140, не меньше. Самарин здесь был один? Кто обнаружил аварию? Да, дачник мимо ехал. Вызвал ГАИ, ну, в смысле, ГИБДД, скорую. Больше он здесь никого не видел. Вы уверены, за ним никто не гнался? Нет, по крайней мере, в районе Дюймина точно нет. Выбрался, говоришь? Нет, брат. Тебя вытащили. Привет, Свет, что-то полноченка нет. И не будет. Ну, все. Я удалила запись со всех ресурсов. Ну, теперь самое главное узнать, кто был за рулем моей машины. И кто это все организовал. Ты говорила, кажется, у тебя есть человек, который все знает. Ну, человек-то этот не давал разрешение распространить информацию. Так на, звони. Спрашивай разрешение. Связь теперь у тебя есть. Отойду тогда, с вашего позволения? Ну, пожалуйста. Только не подслушивайся. Только не подслушивайся. Что ей требовалось доказать? Не знаю. Я бы надо, чтобы нести хорошо, бы я встряхнул. Да, она ничего не знает. Или почти ничего. Ее использовали вслепую до самого последнего момента. Ты делаешь, знаешь, что-то у Варламова узрало? Ну, конечно, у него. У кого же? Но что именно? И что знает сам Варламов? И самое главное, нужно выяснить, кто за всем за этим стоит. Проверка системы работает? Где она сейчас? Работает. Бежит, красавец. Бежит. Быстро бежит. Да. Значит, кто-то нанял твоего друга, чтобы он на машине Галецкого сбил прохожим на переходе, так? Да. Без пределов. До сих пор не могу поверить. Еще вчера у меня было все. Семья, работа, планы. И все. У тебя есть ребенок? Да, ребенок. Но там тоже не все ясно. Срочно нужна операция. Они все тянут. Да-то до сих пор не назначено. Попросили доплатить денег. Вот ты, Руэль. Скоты. Гореть руку на больных детях, это вообще самое последнее дело. И хирург какой-то странный. Сначала мне казался нормальный мужик, потом что-то начал юлить. Не та, не нет. И бухает прямо на работе. Да ты чего? Ну да, я сам видел. Как фамилия хирурга? Зотов Илья Александрович. А, Серега, я попробую узнать. Есть у меня одна знакомая в город здравом надзоре. Если не улетела никуда я, попробую узнать. За полтора года на своем посту Галецкий сделал несколько разумных шагов. Раньше, чтобы строителям построить дом, нужно было подписать 80 согласований. Теперь 35. Галецкий в городском строительстве все-таки навел какое-то элементарное подобие порядка. И тем самым наступил на мозоль тем, кто на всех этих согласованиях наживался. Значит, у него есть враги? Выше крыши. Причем первоклассных. Врагу не пожелаешь таких врагов? Ну да. Физиономия у него более не симпатичная. И манера поведения. Но Галецкий ни в чем не виноват. Не улетели, значит? Здравствуйте. Да, тогда, вон. Все, все, все. Все нормально. Какие люди. Отбой, отбой. Что-то случилось? У меня к вам просьба. Оттанда, вон. Отталабу, отталабу. Отталабу. Надо навести справки в одном враче. А вы ведь здравосназрой работали? Работала, работала. Если бы кто знал, как меня эта работа достала. Машину Галецкого вскрыли как свою собственную, без всяких следов вскрытия. Стало быть, у угонщиков был ключ от его системы охраны. Помимо этого, они прекрасно знали все его маршруты и его распорядок дня. Ну, в том смысле, что он едет к Строгановой не на час, а на полдня. Ну, кто может знать такие вещи о Галецком? Только сама Строганова. Ну, почему? Его секретарь, доверенное лицо, телохранитель, помощник. Ладно, хорошо. Допустим, машину угнали. Дальше что? А дальше звучит слегка невероятно, но предположим, что угонщик должен был на машине Галецкого, на пешеходном переходе, сбить случайного человека. Его заказчик позаботился о том, чтобы это происшествие было записано на видео и попало в массы. Это все увидели, и у Галецкого куча проблем. Как-то слишком сложно. Не проще врагам просто завалить Галецкого. Ну, может быть, проще, только заказное убийство нам всегда дает направление. Ищи, кому выгодно. И если, понимаешь, действительно начнут копать, то могут докопаться до заказчика. А как все красиво получается. Погибает беременная женщина, ребенок попадает в реанимацию, а разъяренный муж бросается на депутата. Именно. Консьержа из дома Строгановой они заставили уволиться. Все видеозаписи удалили. Все выглядит так, как будто Галецкий заметает следы. Но на самом деле все наоборот. Кто-то очень старательно уничтожает все свидетельства его невиновности. А мы повелись. Нам надо искать человека, который сделал видеозапись. Угонщик, он или уже очень далеко, или, скорее всего, уже на том свете. Да, на том свете. Чего? Нет, ничего. Ты прав. Нужен человек, который сделал запись. Не оригинальна. Иду, иду. Привет, здорово. Слушай, есть информация по поводу этого врача, Азотова. Что случилось? Он не очень хороший врач, мягко говоря. С начала года у него 14 летальных случаев. Что? 14 детей умерло у него во время операции. Нужно менять врача. Если будет нужны деньги, найдем. Спасибо, Толя. Давай. Это Сергей Варламов. Да, я помню. У меня здесь девочка, я назначен на операцию. Я хотел бы поменять врача. Мне нужен другой хирург, не Зотов. Боюсь, что это невозможно. У нас так не делается. Илья Александрович вел вашу девочку с самого рождения, и он установил патологию на очень ранней стадии. Тогда я хочу отменить операцию или перенести, неважно. К сожалению, вы опоздали. Аркаш, что ты решила? Я не выйду. Аркаш, ты хорошо подумал? Если сверху выпишут лицензию на твой отстрел, я же не смогу тебя прикрыть. Спасибо, этого не понадобится. Операция закончилась 20 минут назад. Что? Оторжение нулевое, пульс хороший, давление в норме. Функция сердца полностью установлена. Да, все верно. Спасибо. Думаю, я теперь могу вам об этом сказать. Вашу девочку ждала стопроцентная инвалидность. И никто не верил, что ей можно помочь. А Илья Александрович сделал вашу девочку абсолютно здоровой. Как Господь Бог. Извините. Я идиот. Я просто слышал, что у него во время операции много смертельных случаев. Знаете такую пословицу? У каждого врача есть свое кладбище. Да, хирурги, особенно молодые, не любят безнадежных пациентов. Смерть на операционном столе портит статистику и может повредить карьер. Понятно. Я уж не говорю, как это тяжело психологически. А Илья Александрович берется, оперирует всех. Даже заведомо безнадежных детей. И вот поэтому у него большое кладбище. Но поверьте мне, не только кладбище. Ясно? Спасибо. Илья Александрович, я, я хотел... Кто вас сюда пустил? Я хотел вас поблагодарить. Вы не представляете. Хватит, хватит. Прекрасно. Представляю. В пять лет понадобится еще одна операция, но это уже пустяки. Да, хорошо. Вот. Что это? Деньги? Похвально. Деньги всегда нужны. Идите в бухгалтерию, возьмите реквизиты для перечисления насчет помощи. Второй этаж, двести, вторая комната. Да, это тоже обязательно. Но я хотел поблагодарить вас лично. Вы понимаете, я... У меня в жизни все рухнуло. У меня умерла жена. Я потерял бизнес. И вот остался ребенок. Вы его спасли. Поэтому возьмите, иначе я не уйду. Леонид Александрович, извините. Извините, пожалуйста. Хорошо. За моей спиной коробка тканьяком. У меня поджелудочная, и далеко не все можно пить, и тканьяк можно. Вещь редкая и довольно дорогая. Если вам деньги так жгут руки, тащите еще одну такую коробку. Хорошо. Сделаем. Да. Загляните в дежурное отделение и возьмите список, что нужно для ребенка. Памперсы, салфетки и прочее. Хорошо. Спасибо. До свидания. Удачи. Удачи. Девушка, можно вас? Да, здравствуйте. Мне нужны подгузники. А какой размер? Я не знаю. А сколько лет ребенку? Нисколько он новорожденный. А, ясно. Держи, папаша. Спасибо. Привет, Сереж. О, привет, Зоя. На шоу полку прибыла? Да. Как девочка? Ничего, нормально, спасибо. Сделали операцию. Врач такой классный. Так что все в порядке, Зоя. Слава Богу. Я правда очень рада. Сереж, я там тебе много лишнего наговорила. Просто затмений нашла. Ты прости. Да, броси, Ромда. Слушай, мне пора. Я потом тебе все расскажу, ладно? Угу. Вынужден отвлечь от приятных волнений. Может, завтра поговорим, товарищ майор? Не откладывай на завтра. То, что можешь сделать сегодня, меня интересует личность Ивана Самарина. И все, что с ним связано. Рассказывай, что тебе известно и откуда. Может, в машине-то, варим майор? Да хоть в дирижабле. Только подробно. И без спешки. Я Ванька, честно говоря, немного прижал. Он мне все рассказал. Но что его наняли именно для того, чтобы он на машине Галецкого сбил человека на переходе. Это подстава, понимаете? Понимаю. А кто нанял, он не сказал? Не успел. Начал гнать, что заказ получил по интернету. Какой интернет? Он там ничего не соображает. Не соображал. Ну, потом выпрыгнул в окно, я за ним побежал. А дальше я уже рассказывал. Ты его с дороги спихнул? Да не я, честное слово. Он сам не удержался. Я, наоборот, хотел, чтобы он остался жив. Чтобы он все рассказал. А уж как я бы этого хотел. Ладно, молодец, что позвонил. Товарищ майор, еще один вопрос. А где Жора? Какой Жора? Георгина. Что с ней? Она у меня пряталась. Потом куда-то исчезла. То ли сама сбежала, то ли ее забрали. Пряталась, говоришь? Товарищ майор, я в ваши оперативные дела не лезу. Вы мне только скажите, с ней все в порядке? Все в порядке, Варламов. Все в порядке. А то, что в оперативные дела не лезешь, это хорошо. Это ты молодец. Все на месте, спасибо. А что-нибудь еще нужно? Пока нет. Слушайте, а можно на ребенка взглянуть хотя бы издалека? Нельзя, ну не переживайте. Еще насмотритесь по самой некой. Туря, а мне сейчас некогда где разговаривать. Серег, тебя хочет видеть один очень необычный человек. Какой человек? Это хрупкая девушка в детской одежде с мужским именем. Сейчас приеду. Ну вот, уже цеплее. Если Галицкий ни при чем, почему-то от него сбежала. Он тоже ищет тех, кто его подставил. У нас общие интересы. Слушай, мне надо кое-что разобраться. Я не хочу быть пешкой. Пойдем выйдем. Сазонов, он как ни крузе облажался. К нему попала запись, он начал рыть. Сейчас я думаю, он захочет реабилитироваться. Надо прояснить, кое-какие моменты. Я телефон забыла у тебя. Ты хочешь позвонить Сазонову? Ну да. Назвони. Коль, привет, это я. Да Галицкий все-таки добрался до меня. Меня загребли, но я смогла убежать. Так и откуда я знаю, дом где-то по Новой Риге. Коль, нам встретиться надо срочно. Нет, не за этим. Знаешь, мне у Галицкого не очень понравилось. Поэтому я хотела бы где-нибудь скрыться недельки на две. Мне деньги нужны и место какое-нибудь укромное. Нет, давай в десять лучше. Угу. Все. Пока. Спасибо. У тебя с Сазоновым что? Не только служебные отношения. Ты что, Варламов, в беляне объелся? Я в твою личную жизнь не лезу. И ты в мою не лезь. Тогда зачем ты сюда пришла? Ну, есть у меня одна кромольная гейка. Под две стузы ходим, стузы, а под игрока семака. Без одной ты, брату, хоть и компьютер. Ты что, по-пребой, хоть и cuerpo. Хэш. Ты сейчас меня так напугал Тебя напугаешь Ты принёс деньги? Да Слушай, если Галецкий такой белый и пушистый Чего ты тогда скрываешься? Ну кто-то же заварил всю эту кашу Я думаю, этот человек ни перед чем не становится Какой человек? Охранник Галецкого? Я не знаю Ты принёс деньги? Да, да, конечно Чего так долго? Ну ты же сама сказала, что всё было снято как следует Он что-то реально меня не удушил Покажи На, смотри Ты принёс деньги? Да, да, конечно О, ну ты рисковая Ну вот это уже лучше А то прикольнее, прикольнее Коля Свет горит, никого нет Внимательно С Азоном, что это значит? Из интернета исчезли все ролики по Галецкому Где твоя агентура? Кто это? Самый конец, Наполина Али Нападение, покушение на убийство Приезжайте Вот так Давай, вставай Привет, Сазонов Отлично Негодяй какой, а? Развяжите меня Ага А больше тебе ничего не надо, а? Развяжите, договоримся Договоримся, да? Это ты сделал запись Сазонов Спокойно, спокойно А перед этим завербовал Ванька Самарина Которому срок за угон светил Предложил ему поработать по специальности Дал ему брелок сигнализации и ключи от машины Галецкого Чтобы выглядело, что ты хозяин открыл машину Дежурный, капитан Болунов Отследите, пожалуйста, звонок на этот номер Минуту назад Кто тебе заказал Галецкого? Я точно не знаю Галецкий много кому мешал А заказ пришел по интернету, да? Вот сейчас, Сазонов Я тебя убью Я не хотел этого делать Но сделаю Пишу Какой казарный номер? Кто? Громов! Председатель комитета Начальник Галецкого Ну-ка, ну-ка Ты хотел убить Самарину Но вместо этого убил его брата А потом ты собирался убить меня Почему собирался? Я и сейчас собираюсь Стоять! 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 Мастерство не пропьешь Так точно Ну вот, а у меня Лицензия на ношение оружия просрочена Мама дорогая А как ты узнала, что записьняла Сазонов? Да никак, я его на пон взяла Плюс некоторые узнаваемые моменты при выборе ракурса Это же я его учила на телефон снимать Вот и научила На своем голове Барышня, вернись телефончик С чего это вдруг? Там есть опции, которые вам не нужны Какие-то опции, мне интересно, там не нужны Радиомаячок, микрофончик, передачик, все такое Ну ты смолочь Это вместо спасибо, да? Держите Без всяких наворотов Удачи Моё предложение о сотрудничестве остается в силе Спасибо Спасибо Также на заседании городской думы будет рассмотрен вопрос О лишении депутатской неприкосновенности Антона Громова Председателя комиссии по строительству Прукатура центрального округа Предъявляет Громову обвинение в превышении должностных полномочий И мошенничестве в особо крупных размерах Многие также считают Громова виновным в попытке дискредитации своего заместителя Аркадия Галецкого Все? Пока, да Вы нам понадобитесь, мы вас вызовем Все хорошо До свидания Говор Ламов? Да Мы с вами ухитрились ни разу не пересечься Я общался с майором Сазоновым Черт, кто бы мог подумать, что он Постойте, я Я вас раньше где-то видел 2004 год Дорожная подстава Вы были тогда водителем прокурора округа Точно Ловко вы меня тогда подловили Ну не подловил, а взял с поличным Это мое первое дело А мое последнее Значит все к лучшему Точно Терехов, внимательно Удачи вам Спасибо вам большое До свидания Привет 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 Можно, посмотрю? Посмотри Ой, какой Прикольный ребенок Я решила вас подвезти Тебе же неудобно будет одной рукой рулить Ну вообще-то я умею одной рукой рулить Ну двумя-то лучше Лучше Я успех Color Но веду Вот Nie Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...